Вся страна отмечает День защитников Отечества и Вооруженных сил. 23 февраля – это уже не просто День защитников Отечества. Это поистине мужской праздник. Наверное, нет ни одной белорусской семьи, у которой бы не сохранились фотографии дедов и прадедов в форме. Поэтому поздравления и подарки получают практически все представители сильного пола, вне зависимости от того, служили они в армии или нет. Поздравления и слова благодарности – в этот день все внимание мужчинам. Особое, безусловно, ветеранам и тем, для кого это профессиональный праздник. Отдельно хочу поблагодарить тех людей, которые носят погоны, которые непосредственно стоят у рубежей нашей страны. Это гарант оплота безопасности, мира и добра нашему городу, нашей страны. Поэтому им большое спасибо. В этот день, конечно, хочется слова благодарные сказать нашим ветеранам Великой Отечества войны, которые в те далекие годы, годы лихолетия защищали нашу страну. В этом году вооруженные силы страны отмечают 100-летний юбилей. Поэтому в выходные дни запланировано множество мероприятий. В субботу, 24 февраля, в Гродно состоится шествие войск Гродненского гарнизона и парад личного состава, военные колесные техники, а также впервые парадным строем над городом пролетят самолеты. Кроме масштабных военных празднований, которые начнутся в 10 утра, для гродненцев и гостей города будут организованы всевозможные конкурсы и другие мероприятия выходного дня. Это будут различные конкурсные программы, аттракционы различной направленности и спортивные игры, и подвижные игры, и футбол, и хоккей, аттракционы, которые связаны с этими видами спорта. То есть любой желающий любого возраста, будь то ребенок, либо взрослый, сможет себя попробовать в качестве футболиста. Будет автограф сессия организована с известными спортсменами, представляющие эти виды спорта. Будет легенда нашего футбола Дмитрия Коваленова-Гродненского. Все смогут с ним спокойно пообщаться, понабивать мячик, сделать передачу футбольную и так далее.